Всем огромный привет! Недавно открыла для себя новый рецепт тонких блинчиков на кипятке и хочу поделиться им с вами. Блинчики получаются очень тоненькие, практически прозрачные, в мелкую дырочку, при этом сода в тесто не добавляется. Прекрасно держит форму, в них можно заворачивать любую начинку, а можно есть без начинки, например, со сливочным маслом. Они хорошо снимаются со сковородки и по вкусу отличаются от обычных блинчиков, на мой взгляд, в лучшую сторону. Хочу сказать один очень важный момент, о котором почему-то никто никогда не говорит. Когда вы собираетесь готовить блинчики, обязательно берите самую лучшую муку, которая есть у вас дома или, если покупаете, купите муку подороже, чтобы в ней было достаточное содержание клейковины и белка. Тогда блинчики получатся вкусными, эластичными и точно не будут рваться и трескаться. В глубокую миску высыпаем один стакан муки, разбиваем одно яйцо, добавляем пол чайной ложки соли, две чайные ложки сахара и один стакан теплого молока. Хорошо перемешиваем. Объем моего стакана 250 миллилитров. Когда тесто хорошо размешано и комочков больше нет, берем такой же стакан крутого кипятка и тонкой струйкой вливаем в тесто, при этом быстро хорошо размешивая. Вот такое тесто получилось. Мне оно показалось немного жидковатым, поэтому я добавила еще муки, одну столовую ложку с горкой, а также две столовые ложки растительного масла. После этого дадим тесто постоять примерно 20-30 минут. Далее на хорошо раскаленную сковородку выливаем небольшое количество теста, распределяем и поджариваем в течение одной минуты с одной стороны. Как только края подрумянились и подсохли, снимаем блинчик. В моей семье тонкие блины всегда пекутся только с одной стороны. Это быстро и удобно. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А я желаю вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием и будьте здоровы! До новых встреч! Пока-пока!